Всем привет, дорогие друзья! Подходит к завершению наша линейка новогодних праздничных блюд в 2021 году. И на финише мы будем сегодня с вами готовить огромную цельную свиную ногу. Я вам рекомендую использовать переднюю ногу. Здесь идет рулька и лопатка. Потому что если вы будете использовать заднюю ногу, там задок и он жесткий при запекании. Поэтому вот так вот она выглядит. Итак, рулька и лопаточная часть. На огромную толпу для запекания оно просто будет идеально. Для приготовления нам понадобится соль, перец, сидр яблочный, крепкая горчица, чеснок, апельсин, смородина и подпечем немножко яблочек. Подготовим соляной раствор, потому что будем обкалывать ногу. Это очень важный момент. Если крупная нога, вы используете либо крупный кусок мяса, я вам рекомендую его обкалывать кулинарным шприцом. Потому что если вы просто намажете сверху, это будет банально пресное мясо внутри. Хотите вкусное мясо, его нужно просолить изнутри. Ее можно было замочить дня на два, либо на сутки в соляном растворе. Но мы это обыграем буквально ровно за 15 минут. Так как соль растворяется дольше всего, это будет первый этап. Чеснок на четыре части рубим. Будем использовать шприц, который разбрызгивает в разные стороны. И максимально соляным раствором обкалываем всю ногу. Если у вас нет кулинарного шприца, вы можете использовать медицинский. Просто у вас эта процедура займет больше времени. И весь яблочный сидор, который у вас есть, максимально обкалываем ногу. Максимально, чтобы нога у нас стекла, чтобы каждый кусочек мяса был пропитан ароматным яблочным сидром. Все волокна от углекислого газа разорвутся. Кисло-сладенький сидор придаст особый аромат яблочному мясу изнутри. Мы его разорвем изнутри, когда будем запекать. Сейчас мы еще нашпигуем чесночком, будет просто ураган. Для праздника гости будут удивлены. Просто нужно помнить, что все, что мы снаружи наносим, это хорошо. Это одни ароматы и запахи. А то, что мы отправляем вовнутрь, и при закипании внутри создается давление пробивать мясо, это совсем другие ароматы, совсем другие вкусы. Кстати, сидор у нас французский. Отлично. Чеснок, соль. И хорошо, хорошо, хорошо чесноком. Обязательно с двух сторон натрем солью, крупным перцем. И берем крепкую горчицу. И ту же процедуру повторяем с двух сторон. Все упакованы в духовку. Сейчас упакую, потом скажу, что и как дальше. Итак, на то положили лист пергамента. Для чего? Потому что нагреется противень, нагреется фольга, чтобы не пригорел низ. Пергамент нас спасет. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 4 часа. Потом разрезаем фольгу. 20-30 минут даем хорошо зажариться верхней корочке. И подаем. А мы в это время пока сделаем яблоки. Первое, корица. Сморолим. Чуть больше половины лунки заполняем соком апельсиновым. Остатки апельсина отправим на дно сок. Чуть-чуть буквально, чтобы донышко покрылось и не пригорало. До 200 градусов на 15-20 минут, если вы хотите получить печеные красивые яблоки. А если вы хотите их получить максимально мармеладные, чтобы вообще был кайф. Вот супер. Тогда 25-30 минут. Определяйте сами. В зависимости, какой размер яблока будет и какой сорт. Можно и на глаз определить. Когда они спекутся, подавайте. Ровно 4 часа прошло. Рулечка аж разваливается уже. 4 часа. Да, сейчас бомба. Корочку придадим и все. Надавливая ногу, от нее аж прям сидр выливается. Сок ароматный. Капец, отдает свежими яблоками зелеными. Просто супер. Смотрите, сколько сока. Сок ароматный калыч. Ну что, дорогие друзья, вот пьяная нога и готова. Завершили мы свою линейку новогодних блюд, праздничных блюд в 2021 году. Теперь мы с вами будем встречаться в 2022 и продолжать наши съемки. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх либо вниз. Подписывайтесь на страницу Instagram, группу Facebook. Мы всегда рады вас видеть. Спасибо нашим подписчикам за поддержку, что смотрите нас. Спасибо новым телезрителям, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал. Это очень важно для нашего развития. Огромное вам спасибо. Всех с наступающим Новым годом. А теперь дегустируем. Разваливается. Мясо разваливается. Видите, какая красота. Какие куски массы. Ну, за вас. Огромный кусок мяса с оттенком яблок. Очень гармонирует здесь печеное яблоко. Особенно этот сок со смородиной. Вот ничего лишнего. Чеснок дал, как всегда, приятный аромат мясу. Но Сидор сделал свое дело. Рекомендую это повторить на Новый год. И вы получите массу удовольствия. Мясо с печеным яблоком. Это вот на пятерочку с плюсом. Всех с наступающим. До новых встреч. Пока.